Всем привет! Знаете таких людей, которые делают всё не так, как все? Ну, те, кого ещё иногда называют странными, не от мира сего, ну или, как сегодня принято говорить, креативными? Так вот, в этом видео мы собрали для вас самых креативных работников со всего света. Просто смотрите на них и наслаждайтесь! И не волнуйтесь, если у вас возникнут вопросы вроде «А что вообще происходит?». Поверьте, у нас они тоже были. Поехали! Мы не будем рекламировать вам какой-нибудь крутой стол, за которым можно круто отдохнуть с друзьями за кружечкой чего-нибудь алкогольного. Мы скорее посоветуем вам собирать пивные крышки. Не пьёте? Без проблем. Можно использовать металлические крышки от газировки, потому что с их помощью можно сделать очень клёвый стол, который не будет похож ни на один другой. Итак, пара деревяшек, несколько десятков крышечек, куча терпения, эпоксидной смолы и уникальная мебель готова! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а здесь всё довольно просто. Ведь все же умеют разводить цемент и уж точно хранят запасы декоративных камней. В смысле нет? Тогда просто запоминайте, как сделать фонтан собственными руками. Возможно, когда-нибудь это вам действительно пригодится. Правда, мы пока не решили, в какой ситуации вы бы могли блеснуть талантом строить фонтаны, но кто знает. Как говорится, жизнь — непредсказуемая штука, поэтому запасаемся камнями и начинаем мешать цемент. Тщательнее, друзья, тщательнее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представьте себе ситуацию, что вам ну очень нужно самому сделать крышу. Возникло такое спонтанное желание. А в качестве помощников у вас есть только ваши руки, пара стремянок, гигантские бруски дерева и, конечно, огромные запасы креатива в голове. Осталось только это все совместить. И знаете, из этого получится неплохая идея, как быстро переместить деревянные бруски на крышу. Просто нужно бегать туда-сюда, таская по лестницам деревяшки. Какой-то режим муравья. В общем, вы и сами все видите. Мы точно не знаем, для кого ребята создавали эту огромную тарелку. Ведь из нее скорее можно сделать джакузи для гномиков или, например, какую-нибудь лодку. Тем не менее, виртуозное мастерство — 500 килограммов глины, несколько мужчин, зачем-то давящих друг другу на руки. Или это просто обновленная версия силы трех. Ну, помните, как у зачарованных. И супергигантская посуда готова. Какой-нибудь великан точно бы остался доволен. А пока эта штука все-таки больше похожа на чью-то ванну. Процесс строительства — дело очень ответственное. Если что-то пойдет не так, то виноватыми окажутся все. Но, кажется, для этих ребят никаких правил не существует. Да и вообще создается ощущение, что им просто прикольно вот так вот прыгать. А то, что при этом они еще и свай забивают, так это вообще отлично. Два дела за раз. Какие молодцы! Случайно обронили дома монетку? Не спешите ее поднимать, а лучше попробуйте приклеить ее к полу. Наверное, именно такими мыслями руководствовался этот парень, который потратил 27 тысяч монет номиналом один пенни, чтобы сделать пол. Хотя, может, это его способ копить деньги? Если так, то парень отложил их на очень долгий срок, залив все клеем. О, а может, перед нами современный пират? Уберите ваши сундуки. Эпоксидная смола — вот он, современный способ хранения сокровищ. Пока в современном мире люди пытаются разработать инновационные методы строительства, а роботы уже давно кладут кирпичи вместо человека, эти ребята, кажется, застряли в прошлом. То ли им не хватило строительной техники, то ли парень просто без ума от экстремальных развлечений. Нет, это какой-то строительный цирк. Кто знает, может, через несколько лет мы будем одним взмахом руки менять обои в квартире, а эти парни как раз научатся исполнять роль экскаваторного ковша. Вот честно, мы отказываемся комментировать это видео, потому что оно очень, очень, просто невероятно сильно действует на нервы. Не верите? Ну тогда смотрите сами. Но не говорите потом, что мы не предупреждали. Вот, вот, видели? Видели? Да отдай ты ему уже это несчастное мороженое! Обычно считается, что кирпич — не самый элегантный на свете материал. Это тебе не мрамор или какая-нибудь мягкая глина, из которой можно создавать произведения искусства, вроде статуй или хотя бы каких-нибудь колонн. Но все меняется, когда за дело берутся настоящие мастера и создают из самой обычной кирпичной плитки какие-то совершенно невероятные воздушные конструкции внеземного происхождения. Мастер defense сделать из бамбука и... погодите, грязи? Может показаться, что выбор материала не самый приятный, но в конечном итоге получаются очень даже приятные дома с необычной планировкой, разноцветными окнами и всеми удобствами. Хотели бы жить в таком? Особенно нам нравятся их крыши. Смотрите, они же похожи на шляпы волшебников. Гэндальф, ты? Как думаете, сколько времени нужно, чтобы построить многоэтажный дом? Наверное, не меньше трех месяцев. А дальше все зависит от количества этажей. Ха! А как насчет 11 дней? Правда, если честно, строительство больше напоминает какой-то детский конструктор, только вместо деталей у него целая квартира с окнами, балконами и даже кондиционерами. Не удивимся, если внутри каждой уже раздают Wi-Fi и живет кошечка. Кстати, если вы давно ждете, когда ваш дом будет закончен, а застройщик продолжает тормозить, покажите ему это видео. Пусть человеку станет стыдно. Технология 3D-печати развивается со страшной скоростью. И сегодня мы можем печатать не только игрушки и всякие предметы, но даже целые дома. Да, он выглядит похожим на слоеный торт из цемента, но все равно это дом. За 24 часа таким образом можно построить полноценное жилище площадью 37 квадратов, причем всего за 10 тысяч долларов, включая отделку, отопление, окна и другие необходимые для жизни вещи. Котика опять же. Но все это не отменяет факта, что дом все еще похож на торт. Пожалуй, пойдем мы немного перекусим. Лайк, если с нами. Эммм, знаете, нет, знаете, у нас даже нет идей. Кто это? Почему они едут на столбе? Они его перевозят? Это новая Nimbus 3000 с колесами? Что вообще происходит? Стекло — штука довольно красивая сама по себе, но еще круче она смотрится, когда только-только появляется из печи. Раскаленная тягучая масса выглядит как нечто среднее между леденцом и соплями дракона. Ладно, это была довольно странная аналогия, надеемся, что вы в этот момент не ели. Но посмотрите сами. А еще всегда можно полюбоваться мастерством стекольщика, который умеет сделать из красивой, но бесполезной субстанции настоящие шедевры. Морского конька, например. Или просто что-нибудь полезное. Или все вместе. Нет, ну настоящая магия. Что ж, друзья, надеемся, что нам удалось немного вас развеселить. Вы сами знаете, что делать с лайками и комментариями, поэтому давайте лучше еще раз посмотрим на мороженчика. Ух, злодей! Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Субтитры создавал DimaTorzok